25 мая во многих странах отмечают Всемирный день щитовидной железы. В честь этого события мы пригласили в нашу студию человека, который знает все о том, как сохранить здоровье эндокринной системы. Вранча-эндокринолога Видновской районной клинической больницы Анну Садурскую. Здравствуйте, Анна Владимировна. Здравствуйте, Екатерина. Давайте для начала вообще расскажем нашим телезрителям, что же такое щитовидная железа и где она находится. Щитовидная железа – это важный орган эндокринной системы. Впервые, когда ученые описывали щитовидную железу, они ассоциировали ее с щитом. То есть в связи с этим получила название – щитовидная железа. Щитовидная железа находится на передней поверхности шеи, над щитовидным хрящом, и делится на правую и левую доли. Всего лишь ее масса 20-30 грамм. И у здорового человека практически щитовидной железы не видно. Но при этом щитовидная железа выполняет массу функций. Содержит, накапливает йод и также вырабатывает тироидные гормоны. Триод – тиранин и тироксин. Это так называемые тироидные гормоны. Они влияют на функцию всего нашего организма. И самая важная функция – это обмен веществ всего нашего тела, то есть энергообеспечение. Также влияет на функцию сердечно-сосудистой системы, на физическое, эмоциональное развитие, на формирование костной ткани. И вот важный момент – это энергия нашего тела. Как неправильная работа щитовидной железы вообще влияет на организм? На чем сказывается в первую очередь? Как раз я уже говорила про энергию. Когда нарушена функция щитовидной железы, она снижена. Энергия уменьшается, снижается. В связи с этим количество выработки тироидных гормонов тоже уменьшается. Это состояние называется гипотиреоз. При таком синдроме гипотиреоза человек испытывает повышенную утомляемость, также мышечную слабость, прибавка массы тела. Возможно, возникает сухость кожи, сухость волос, ломкость волос. Также замедляется сердцебиение. Все эти признаки – осиплость голоса. Тоже может быть свойственно снижению памяти, депрессия, повышенная забывчивость. Все эти признаки, возможно, кто-то из наших телезрителей сегодня что-то узнает и как раз обратится к врачу. Помимо этого, есть еще синдром гипотиреоза. Когда наша щитовидная железа начинает избыточно продуцировать эти тироидные гормоны. Они повышаются. То есть большое количество энергии выделяется. И вообще наш организм начинает испытывать интоксикацию. То есть происходит отравление организма. Какие признаки может почувствовать человек на себе, когда испытывает состояние гипотиреоза? Повышенная раздражительность, снижение массы тела. Не связано абсолютно с снижением употребления продуктов. Также, возможно, потливости. Также раздражительность повышенная. Экзофтальма. Экзофтальма, получается, выпуклость глазных яблок. То есть могут пациенты на себе такое увидеть. Увеличение размера щитовидной железы. Тоже не визуально, взглядом можно тоже обратить внимание и заметить. И также выпадение волос. То есть эти признаки как раз человек может на себе увидеть, обратить внимание. Кто находится в группе риска по этим заболеваниям? То есть передается ли это какая-то предрасположенность? Есть ли по наследству? Как вообще возникают эти заболевания? Конечно, многие заболевания имеют наследственную этиологию. В том числе и щитовидная железа. Но, к сожалению, возможно, даже в какой-то мере, к счастью, мы не можем повлиять на наши генотипы. Это те совокупности генов, которые нам передали родители. Но вот на свой фенотип, на те факторы окружающей среды мы можем и должны повлиять. То есть нам необходимо вести здоровый образ жизни. Исключить и убрать вредные привычки. Это курение. Потому что в составе никотина содержатся вещества, которые пагубно влияют на клетки щитовидной железы. В связи с этим может нарушаться функция щитовидной железы как в гипер, так и в гипосостоянии. Также необходимо ввести, употреблять в пищу продукты, содержащие йод. Такие продукты у нас повседневно есть в нашей еде, но не стоит о них забывать. То есть это морепродукты. Также фрукты. Например, хурма, виноград. Должны быть молочные продукты натуральные. Это молоко, сыр, кефир, творог. То есть все вот это совокупности способствует поддержанию йода в нашем организме. Кто курит, у кого наследство отягощено по данному заболеванию. Кто не употребляет продукты, богатые йодом. Также, соответственно, кто ведет неправильный образ жизни, не высыпаясь, постоянно в нагрузку, в стрессе, тот в группе риска. Насколько вообще легко это корректируется? И, в общем, ну, то есть это проходит. Можно ли вылечить заболевание щитовидной железы? Или, в общем, это не лечится? Бояться ни в коем случае не нужно. Обязательно нужно идти, потому что порой пациенты боятся и не идут. И на самом деле только дело себе хуже. Поэтому обязательно нужно прийти на прием и уже согласно определенной ситуации, в конкретном случае уже решается. Потому что есть иногда порой незапущенный случай, и требуется минимальная коррекция заместительной гормональной терапии. Если мы берем как раз заболевание гипотириоза, возможно, улучшение состояния, возможно, да, то есть когда пациент прислушивается к нашим рекомендациям, возможно, уход от заместительной гормональной терапии. Но там разные ситуации, естественно, нужно мониторить, нужно следить и проводить динамический контроль. Поэтому это все, на самом деле, все индивидуально подбирается. Но в никаком случае не бояться идти, обследоваться и знать состояние своего здоровья. Спасибо вам большое за информацию. Спасибо, что пришли. Ну, а я напоминаю, что у нас в гостях была врач-эндокринолог Виннесская районная клиническая больница Анна Цадурская.